В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. В муниципалитете отметили День знаний. В микрорайоне Восточная Бутова открыла ученикам в своей двери новая школа. Первый класс. Делаем такое событие у нас значимое, в такую наикрутейшую, не знаю, наисовременнейшую школу. Это прям для нас счастье, радость. Областное совещание, приуроченное ко дню ветеринарного работника, состоялось в районном Доме культуры. Действительно, ветеринарная служба многие годы влияет очень сильно на развитие экономики Подмосковья. Очередное заседание Координационного совета общественных объединений муниципалитета. Будем информировать, рассказывать плюсы-минусы. Все-таки не до конца все еще понимают, что же такое городской округ. Добро пожаловать! Такими словами приветствовала своих учеников новая школа, которая открылась сегодня в микрорайоне Восточная Бутова. Более 700 учеников будут получать здесь образование. Здание стало вторым корпусом Бутовской школы номер один. Три года родители и дети ждали открытия учебного заведения, а потому у многих из них сегодня двойной праздник. Побывала на нем и наша съемочная группа. Оценил новую школу Максим Козлов. Еще одним учебным заведением на территории городского округа станет больше. В микрорайоне Восточная Бутова открылась новая школа. Наверное, во всем Ленинском муниципалитете не было более долгожданного объекта. Причем долгожданного в прямом смысле слова. Теперь у многих пап и мам одной проблемой станет меньше. До этого мы учились в Москве на Варшавском шоссе. И вот сейчас открыли школу и, конечно же, все хорошо. И теперь около дома все отлично. Очень рада, что открылись. На самом деле ребенок очень рад. Новые друзья, новые возможности, новые перспективы. Я думаю, будет все на высшем уровне. С первой класса делаем такое событие у нас значимое, в такую наикрутейшую, не знаю, наисовременнейшую школу. Это прям для нас счастье, радость. Эта школа самая большая в Ленинском городском округе. Она рассчитана на 1375 человек. Сегодня в нее придут учиться более 700 учеников. То есть построено с запасом. Необходимость в появлении школы назрела давно. Ровно год назад на этом месте был только бетонный каркас, который достался нынешнему застройщику в наследство от прошлого, обанкротившегося. Тогда немногие верили, что школа откроет свои двери к следующему сентябрю. И как оказалось, напрасно. Вот так выглядела школа ровно год назад. Глядя на эти кадры, понимаешь, рабочие сделали все возможное и невозможное. Трудилось народу здесь действительно очень много. В пиковые дни, когда появлялся фронт, здесь число рабочих доходило до 500 человек. Работали, безусловно, в две смены. Действительно, там и шумные работы были вынуждены в какой-то степени ночью проводить. Поэтому я приношу извинения жителям микрорайон за то, что мы эти недообства доставляли. Но я думаю, что на сегодняшний день мы в некоторой степени себя реабилитировали. Все переживали, все волновались, все нервничали, успеют, не успеют, уложатся в сроки, не уложатся. Мы контролировали. Администрация себе покоя не находила и места. Ну, наконец-таки это чудо произошло, свершилось. Сегодня у нас праздник. В торжественной линейке приняли участие руководство городского округа и булатниковского поселения, депутаты, представители застройщика. Хотя главными людьми на этом празднике были, конечно, дети. Глава муниципалитета поздравил собравшихся с праздником и заверил, что ситуация с объектами социальной инфраструктуры по-прежнему будет оставаться предметом строгого контроля со стороны администрации района. Дорогие друзья, в нашем муниципалитете активно развивается социально-экономическая сфера. Понимая, что темпы строительства и с каждым годом прирастают, мы ставим перед собой большую задачу и держим планку, чтобы объекты социального значения не отставали от строительства жилья. И сегодняшнее открытие этой замечательной школы тому пример. Обязательная процедура – разрезание ленточки. После этого Валерий Венцель в сопровождении представителей руководства школы отправился на небольшую экскурсию. Здравствуйте. Здравствуйте. Готовы к работе? Каша гречневая на сегодня на завтрак, чай. Попробуйте. Площадь школы свыше 18 тысяч квадратных метров. Здесь расположено 70 учебных классов, административные помещения и кабинеты для прикладных занятий. Учителя, говоря о школе, не скрывают эмоций. Школа замечательная, новая, светлая, жизнерадостная, коллектив замечательный. Здесь четыре спортивных зала и огромный актовый, укомплектованный аудио- и видеооборудованием. Он рассчитан на 850 посадочных мест. В классах интерактивные доски, проекторы, современные наглядные пособия. А вам-то хочется учиться, ребят? Да! Порядка 22 тысяч детей в этот день пошли учиться в школы Ленинского городского округа. Более трех тысяч ребят впервые сядут за парты. К сожалению, еще около 300 детей продолжают учиться во вторую смену. Эту проблему в следующем году решит пристройка Квидновской гимназии. Здесь тоже для ребят прозвенел первый звонок. Хочу пожелать, конечно, учителям, прежде всего, и родителям терпения. Все это начало достаточно будет непростым и сложным. Но когда уже дети втянутся в общий образовательный процесс, я думаю, будет гораздо легче. Уже сейчас на месте строительства ведутся работы, а потому внешний вид праздника немного портит забор. Но через год здесь все будет по-другому. К началу нового учебного года все школы района подошли со стопроцентной готовностью. И сами школы, и территории вокруг приведены в порядок. Можно начинать процесс обучения. Также заранее озаботились и такими актуальными вопросами, как, например, доставка детей в школы, которые находятся не рядом с домом. О решении этой проблемы в своем интервью телеканалу «Видное ТВ» нам рассказал первый заместитель главы администрации Ленинского района Дмитрий Волков. Много было уделено внимания вопросам безопасности на территории объектов. В том числе у нас есть и школы, где осуществляется перевозка детей. И отдать должность здесь и Министерству образования Московской области, и правительству. К нам поступило в этом году два новых автобуса для перевозки детей. Это в Молоковскую школу мы добавили, и, соответственно, на территории горок Ленинских мы будем возить в Калиновскую школу. В том числе детей с территории горок Ленинских. У нас 235 детишек учатся на территории, вернее, имеющие регистрацию территории горок Ленинских. В этом году у нас 32 первоклассника, которые будут посещать. У нас три школы, это 8 в Калиновскую, 2, соответственно, в совхозы Миниленина, остальные у нас в 11 школу. Вы знаете, что у нас была закрыта горкинская школа, и мы продолжаем осуществлять доставку детей в 11 школу. Всегда это будем делать, пока не закончится капитальный ремонт существующей федеральной школы. По той информации, которую нам говорит Министерство просвещения Российской Федерации, соответственно, в 2021 году они планируют уже принять детей туда. Но мы тоже не стоим на месте. И на территории городского поселения горки Ленинские на сегодняшний день также строится школа на 400 мест с дошкольным отделением, которое мы планируем открыть в следующем году уже. У нас также на территории поселка Петровского определенный участок, где мы тоже хотим еще одну школу построить на 850 мест. И в микрорайоне Купеленко в следующем году начинаем строить школу на 1100 мест. То есть основной наш посыл в части того, что мы делаем акцент для образования, он остается приоритетом на территории нашего Ленинского округа. 1 сентября ребят из малообеспеченных семей, отправляющихся в первый класс, вместе с родителями пригласили в Управление социальной защиты населения, где вручили подарки. Портфели с анатомической спинкой, с необходимыми для учебы принадлежностями, тетрадками, ручками, линейками, цветными карандашами, пластилином и многим другим, что обязательно пригодится каждому. Такие подарки сделал губернатор Московской области. Всего 62 первоклассника получили школьные наборы к новому учебному году. Медицина лечит человека, а ветеринария – человечество. Эти слова академика Скрябина стали девизом областного совещания, приуроченного ко дню ветеринарного работника, которое состоялось в районном Доме культуры. К слову, свой профессиональный праздник появился у айболитов всего 5 лет назад. Совещание началось с обсуждения промежуточных итогов 2019 года в области лечения животных. По сравнению с прошлым годом ветеринарам удалось сократить случаи заболевания бешенством в регионе в два раза, что очень положительно сказалось на сельскохозяйственной отрасли. Мероприятие посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, который высоко оценил труд ветеринарных работников. Действительно, ветеринарная служба многие годы влияет очень сильно на развитие экономики Подмосковья. Без вашей слаженной трудной работы ежедневной, конечно, невозможны все показатели сельскохозяйственного производства, которыми мы в последнее время гордимся. В настоящее время на Ленинской ветеринарной станции трудятся 44 специалиста, силами которых обеспечивается ветеринарно-санитарное благополучие территорий муниципалитета. Они обслуживают порядка 200 предприятий. С приветственным словом выступил заместитель главы муниципалитета Альберт Гравин. Он отметил, что специалисты ветеринарной службы стоят на страже безопасности здоровья жителей. Ведут эффективную работу по ликвидации болезней животных, носящих огромный ущерб нашей экономике, такие как ящер, грибы птиц, африканская чума свиней, оспы овец и кос. Хочется отмерить плодотворный труд ветеринарных специалистов нашего муниципалитета. После обсуждения итогов спикеры затронули тему дальнейших задач ветеринарной службы. В планах сократить количество больных животных и людей общими болезнями через улучшенные методы лечения. Также в ходе совещания ветераны ветеринарной отрасли были награждены почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Приближается юбилей Ленинского района. Подготовка к празднику стала главной темой заседания Координационного совета общественных объединений муниципалитета, на котором побывал наш корреспондент Дмитрий Книга. Очередное заседание Координационного совета общественных объединений муниципалитета началось со вступительного слова председателя Феликса Жамалиева о роли общественников в современной жизни. Одно из главных направлений работы – доносить населению объективную картину о состоянии дел в муниципалитете. Мы должны это делать, мы должны замечать все то, что не замечают многие жители, обычные, обыкновенные жители. Мы должны вести работу о том, чтобы до жителей доходила информация. На заседании присутствовал глава Ленинского района Валерий Венцель. Он поблагодарил членов совета за их активную жизненную позицию и поддержку общественных организаций во время перехода муниципального управления из района в городской округ. Естественно, эту работу по информированию жителей, связанной с переходом на управление территорией в рамках городского округа, мы будем продолжать и дальше. Будем информировать, рассказывать плюсы и минусы. Все-таки не до конца все еще понимают, что же такое городской округ. По сути, это та система централизованной власти, которая у нас была до принятия 131-го федерального закона. Валерий Венцель пообещал и дальше продолжать тесное сотрудничество с общественными организациями. Приятным сюрпризом стало награждение членов координационного совета памятными медалями к 90-летию Ленинского района. Праздничные мероприятия пройдут 14 сентября. Центральным местом народных гуляний станет стадион «Металлург». В 19 часов у нас будет большой галоконцерт с участием профессиональных артистов. В 22 часа для всех жителей нашего города пройдет праздничный салют. Также в ближайшее время пройдет множество спортивных и культурных мероприятий, посвященных круглой дате. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И снова возвращаемся к главной теме. В совхозе имени Ленина отметили День первоклассника. Чем порадовали и удивили ребят творческие коллективы, а также руководители поселения и школ, узнала наша съемочная группа. Этот праздник посвящен им, вчерашним дошколятам, которые с сегодняшнего дня будут гордо носить звание первоклассника. И в совхозе имени Ленина сделали все возможное, чтобы сегодняшнее мероприятие запомнилось им на всю жизнь. Уже 11 лет подряд в совхозе имени Ленина широко отмечают День знаний. Для ребят приготовили праздничную программу не только в школах, но и в Доме культуры. Особо честовать первоклассников в этом поселении стало уже доброй традицией. Мы сейчас с вами обратим внимание, как идут дети. Они торжественно идут по всему поселку. То есть весь поселок знает, что у нас есть первоклассники, и, соответственно, их ждут и всех поздравляют. В этом году впервые переступили порог в школу совхоза имени Ленина 250 первоклассников. Такими дружными рядами они под руку со старшеклассниками прошествовали к местному ДК, где для них приготовили театрализованное представление и танцевальные номера. Прозвучало много напутственных слов в адрес вчерашних детсадовцев от почетных гостей праздника. Мне очень хочется верить в то, что вы будете просто замечательными учениками. И будете знать все правила русского языка, знать математику. И ваши портфели будут легкими от того, что в них будет много хороших оценок. Вы будете радовать своих учителей и, естественно, своих родителей. С праздником вас! Поздравили ребят также руководители школ и, конечно же, старшеклассники. Дорогие первоклассники, сегодня школа первый раз вас поведет в дорогу знаний. Примите поздравления от нас и много добрых пожеланий. Впрочем, День знаний – праздник не только для учеников, но и для учителей. Цветами и памятными подарками поздравили их на сцене Дома культуры. А они, в свою очередь, проверили, готовы ли ребята трудиться. Первоклассники, вы готовы учиться? Да! Молодцы! Молодцы! Ну что ж, родители, а вы готовы учиться? Да! Ребята действительно готовы и, что самое главное, хотят учиться. Потому что я хочу стать умной. Завершилось мероприятие торжественным вручением ленточек первоклассника и памятных подарков, а также запуском воздушных шаров. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи!